До начала открытия фестиваля остается несколько часов. Волнение музыкантов прежде всего выражается в качестве исполнения композиции. И для того, чтобы гармонично сыграть, казалось бы, простые фанфары, оркестр не раз повторяет одни и те же ноты. В коллективе, которому выпала честь открывать фестиваль, собраны два военных оркестра из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. За их плечами уже не один российский и даже международный конкурс. Но участие в этом фестивале представители Приволжского федерального округа принимают впервые. Дебют и у солистки новгородского оркестра Ольги Глазковой. Она трижды будет выходить на сцену на открытии, в конкурсе с оркестром и в номинации исполнителей песен профессиональных авторов. Всегда хотелось приехать, но как-то не складывалось. А тут уж поскольку у нас такой большой коллектив, собрался ехать, ну конечно, без меня не никуда. Ну и вместе с ними хочется попробовать и свои собственные силы показать не то, чтобы себя. Да, наверное, моя такая цель не столько показать себя и свои силы, сколько просто показать красивые песни, красивых спеть. И таких желающих впервые поучаствовать в фестивале «За веру, за отчизну, за любовь» в этом году немало. 45% от общего количества участников. Всего же свои таланты представят 524 творческих инициативных военнослужащих со всех регионов России и ближнего зарубежья. В течение пяти дней они будут демонстрировать мастерство в шести конкурсных номинациях, одна из которых на этот раз пройдет на новой площадке. В этом году у нас восемь духовых оркестров, которые будут работать не так, как раньше мы работали на площади у художественного музея, а в этом году мы будем открывать концерт духовых оркестров на Южном Моле. Посетить площадку «Лайфсайт» и насладиться музыкой можно будет 12 апреля. Конкурс начнется в 16 часов. А сегодня открытие фестиваля прошло при полном аншлаге. На сцене Зимнего театра в полном составе выступил ансамбль песни и пляски имени Александрова. Татьяна Ногорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.